всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня буду пересаживать свою малышню так как они уже у меня корешочки здесь нарастили и им нужно поменять посуду то есть из этих стаканчиков я буду пересаживать такие горшочки небольшие то есть это спатифилум пикассо таберни монтана и филадендрон кобра а и еще вот такая красавица драцена ее тоже нужно пересаживать расскажу вам какой я буду использовать и конечно же о каждом растении немножко поговорим как я за ними ухожу но начнем спатифилум пикассо кто не знает я немножко расскажу спатифилум пикассо это довольно таки такое большое растение это просто деточка маленькая и ценится он за красивую варегатность то есть у него такие знаете белые мазки на листьях то есть не крапления прям мазки такие то есть может лист на половину быть белый на половину зеленый но здесь вот у меня видна варегатность небольшая но у меня совсем деточка еще маленькая ну конечно это не сенсация по этому размерам поменьше будет но тоже довольно таки крупное растение спатифилум относятся к ароидным то есть также как и антуриум авоказии филадендроны и так далее их очень много всяких разновидностей много всяких растений и грунт соответственно буду готовить такой же как и для всех ароидных растений рыхлый воздухопроницаемые это самое главное это же время и питательные но я здесь намешала уже здесь у меня универсальный грунт в общем частями вот немного прямо на глаз немного универсального грунта кокосовый субстрат коры немного совсем сосного мелкой фракции потом древесный уголь у меня здесь перлит и и удобрение осмокотышу здесь добавлю просто в грунте в общем грунт такой получился очень воздушный воздухопроницаемый вот часть сейчас здесь конечно у меня керамзит я уже добавила обязательно дренажные отверстия у горшочков есть и теперь я буду его просто перевалочкой корешочки у него хорошие здесь конечно ему уже места мало поэтому и затормозился у меня и ни в коем случае нельзя углублять корневую шейку у этих растений прям вот аккуратненько после пересадки ну соответственно же стаканчик меньше чем вот этот горшочек первое время поливать сильно растения не нужно а прямо из пульверизатора совсем чуть-чуть вот смачивать или по листикам и все этого достаточно когда пойдет рост такой хороший тогда можно полив делать уже более так лучше то есть не нужно заливать растения иначе будет загнивание корней нужно дать им разрастись стаканчики небольшие такие знаете ну максимум 0 3 мне здесь вошло замечательно я просто покажу я просто из такого же стаканчиком посадила сюда у меня еще есть филом домино я вам просто покажу вот таким образом я его поливала смотрите он был тоже малышка такая была вообще смотрите какие листики уже довольно таки крупненькие наросли то есть чувствует он себя хорошо сейчас даже я его и в душ носила в теплый душ ему устроила за это лето я довольно таки хорошо расширила свою коллекцию спатифилумов у меня появилась в домино потом пикассо и сенсации да и моих еще два сорта то есть нравится мне очень это растение красивая но сейчас начнем филадендрон пересаживать вот такой вот красавчик кобра пиладендрон смотрите варегатность такая красивая и у него здесь вот раскручивается листик и тоже вот прям видно белого много очень красиво смотрится потом здесь тоже белое будет пятно сейчас она светлая но мы будет пела тут тоже я ему выбрала такой же горшочек небольшой посажу его тоже такой же горшочек здесь пришлось конечно из этих горшочков освобождать растения и также филадендрон у нас относится короидным такой же грунт его легкий воздухопроницаемый аккуратненько не травмируя корневую окон там у меня прирост корешочки тоже хорошие вот ему тут хорошо будет в этом горшочке а вот здесь вот веточка такая я вот ее хочу чтобы она у меня дала еще здесь корешочки просто чтоб попышнее кустик был я ее вот так подсажу просто присыплю земелька и она корешками возьмется и будет попушистик кустик но потом конечно ему требуется опора он сейчас конечно маленький но опора в общем то и не нужно а в дальнейшем я поставлю опору и он у меня будет виться вокруг опора вот такие которые кокосом обмотанные такие вот палки в середину просто втыкаются и хорошо смотрится этим летом я также восполнила пробел у меня появились филадендроны так как у меня было очень много растений но филадендронов у меня не было и за этот год у меня появился филадендрон очень огромный фан-бан карамель марбу и сейчас вот филадендрон кобра сейчас я быстренько покажу вам остальные два сорта ну вот один мой такой гигантик это фан-бан филадендрон очень красивый очень такие листья большие и филадендрон карамель марбу недавно его пересаживала у меня есть видео на канале кому интересно можете зайти посмотреть и еще одна моя новиночка в этом году это таберне монтана у нее тоже уже корневая такая хорошая но она совсем малышка вот тоже и пересажу такой же горшочек небольшой ну кто не знает или кто ее и знает многие конечно ее очень любят цветоводы за то что у нее цветочки похожи на гордыни и аромат такой же имеет но в уходе она конечно проще чем за гордыни ну хотя у меня и гордыни хорошо растет там такой уже слоник вырос что нужно пересаживать я вам тоже покажу и вместе они будут дополнять друг друга будут вместе расти вот эти корешочки хорошие и уже принципе давненько надо было пересадить ну грунт я тоже такой же здесь в принципе ничего такого нет она тоже любит грунт а чтобы был легкие вообще все растения любят такой грунт и любят тяжелый грунт растений тем более это же в горшочке чтобы вода сильно не застаивалась думаю ей будет хорошо удобрять конечно для цветущих растений удобрения она конечно цветунья хорошая она цветет круглогодично у нее постоянно постоянно на ней раскрываются цветочки но для этого конечно нужно есть создать условия светлое место она предпочитает ну так же как и гордыния но сейчас покажу свою гордыню вот моя гордыния но здесь конечно не видно потому что все в растениях заставлено но очень огромный куст потому что там у нее уже знаете стебли от корня наверно толщиной с мой палец то есть ну такая и она вот у меня вот видите уже запутонилась гордыния у меня давно растет очень но уже совсем маленький у нее горшочек ну продолжим вот еще моя одна пестра красавица очень красивые листья вообще просто класс это драцена у меня конечно есть тоже драцена у меня две больших драцена и одна тоже у меня есть душистая драцена я тоже мельком потом вам покажу после пересадки но у нее тоже уже требуется эти корешочки уже вылезли я и выбрала такой горшочек и сейчас перевалю вот так наверно на бок положу и потому что у нее чтоб корешочки не сломать и ну грунт тоже у нее я просто тоже такой знаете рыхлый я просто добавила здесь универсального грунта для драцена а также все остальные ингредиенты у меня здесь остались как же мне ее отсюда достать здесь придется и ножничками немножко побольше сделать отверстие чтобы корешочки не повредить у нее вот оказывается тут земли то вообще практически то и нет уже одни корешочки видите и вот так вот я ее буду держать и буду присыпать ну сейчас то ей хорошо сейчас она просто вообще пойдет корешочки хорошая земля свежая ну вот пересадила еще одну красотку листики немного хочу и сразу убрать и сейчас поставлю на свое место а я вам обещала показать свою драцена душистую но одна у меня драцена в бассейне стоит туда уже не пойдем уже темно а здесь которые драцены в доме находятся я покажу сейчас ну вот одна драценка у меня здесь стоит возле диванчика такая красотка это кстати детка от взрослой моей вот такая детка она довольно таки большая тоже и здесь вот у меня душистая драцена она у меня такая большая здесь конечно папоротник ее такая вот и она у меня в этом году представляете сколько у нее деток там посмотрите но она у меня не цвела и она я могу сказать очень медленно растет но она очень пушистая ну вот пересадила своих малышек ну думаю теперь они будут у меня хорошо расти тронуться в рост потому что корешочки в принципе уже нарастили меня часто спрашивают в комментариях сколько у меня же времени уходит на уход за цветами ну честно сказать просто как просыпаюсь я конечно же бегу к растениям смотрю и так в течение дня в общем когда я дома постоянно у меня они под наблюдением увидимся в следующем видео